На фоне все чаще возникающих противоречий с Соединенными Штатами, в Евросоюзе в последнее время говорят о создании общеевропейской армии. Тем не менее, вооруженные силы большинства стран ЕС крайне слабы. Исключение составляют три государства – Франция, Великобритания и Германия. Что представляют из себя армии этих стран, мы расскажем в нашем сегодняшнем выпуске. Самыми мощными вооруженными силами в Евросоюзе обладает Французская Республика, один из ведущих мировых аналитических порталов Business Insider присудил армии Франции второе место на европейском континенте после России. Что касается общемирового рейтинга, то вооруженные силы Пятой Республики заняли в нем почетное пятое место. Общая численность вооруженных сил Франции составляет порядка 225 тысяч человек. Она имеет сбалансированную структуру и обладает почти всем спектром современных вооружений – от стрелкового до ядерного оружия. Кроме того, вооруженные силы Франции имеют наибольший опыт военных операций в ЕС. Сухопутные силы составляют 112 тысяч человек и включают мотострелковые и танковые войска, артиллерию, инженерные и другие части. Особое подразделение – иностранный легион, комплектуемый из граждан других стран. Его численность – 9 тысяч человек. Главной силой Франции на суше является около 400 танков «Леклерк» в воздухе – истребитель «Рафаль». Всего в военно-воздушных силах страны насчитывается 1262 самолета. Флот состоит из 184 кораблей, включая миноносцы, фрегаты, сторожевые корабли, подводные лодки и даже один атомный авианосец «Шарль де Голь». Главное преимущество вооруженных сил Франции перед другими странами Евросоюза – наличие ядерного оружия. У Пятой Республики около 300 стратегических ядерных боеголовок, которые находятся на четырех атомных субмаринах. Также на вооружении имеется 60 тактических зарядов, которые размещены на самолетах. У Франции даже есть собственная баллистическая ракета, способная доставить ядерную боеголовку М-51. Ее максимальный радиус действия – 8 тысяч километров. Следующими по мощи вооруженными силами в ЕС обладает Великобритания. В общемировом рейтинге, согласно данным международной компании Global Firepower, Соединенное Королевство удерживает шестую позицию. При этом по численности вооруженных сил 188 тысяч человек, Великобритания занимает лишь 28 место в мире. В сухопутных силах королевства служит 100 тысяч человек. Основной ударной силой является танк Challenger 2, примерно сравнимый по характеристикам с российским Т-90А. В общей сложности на вооружении состоят 227 танков и еще около 150 находятся на хранении. Также Британия может выставить на поле боя около 1000 бронетранспортеров и бронеавтомобилей. При этом, как и в давние времена, Лондон делает упор на флот. И хотя морями Британия больше не правит, она по-прежнему обладает вполне боеспособными военно-морскими силами, в которых служат 45 тысяч человек. Королевский флот состоит из 80 единиц – фрегатов, корветов, катеров, подводных лодок, двух авианосцев и одного вертолетоносца. Великобритания – одна из стран, имеющих ядерное оружие. Все 215 боеголовок размещены на четырех атомных подводных лодках типа Vanguard. На каждой субмарине находятся по 16 стратегических ракет Trident 2 с радиусом 200 до 12 тысяч километров. Британские военно-воздушные силы состоят из 500 самолетов, которые объединены в два боевых и три вспомогательных корпуса – учебный, техобеспечение и экспедиционный. Основным боевым самолетом является Тайфун – многоцелевой истребитель четвертого поколения. В строю 149 таких машин и еще 160 заказано. Кроме того, на вооружении стоят 46 истребителей-бомбардировщиков Торнадо. Теперь переходим к третьему месту, на котором находится современная армия ФРГ – Бундесвер, созданная в 1955 году. В годы Холодной войны она была на переднем краю обороны НАТО в Европе. После распада Советского Союза Берлин провел масштабную программу разоружения, однако эксперты все равно ставят германскую армию на третье место в рейтинге Евросоюза. Численность германской армии составляет 177 тысяч человек. Из них 61 тысяча – сухопутные войска, военно-морские силы – 18 тысяч, ВВС – 28 тысяч и 20 тысяч – медико-санитарная служба. Отдельный вид войск – объединительные силы обеспечения, численностью 40 тысяч человек. Это военная полиция, учебные центры, космическая разведка, тыловое обеспечение. При этом руководство ФРГ считает численность Бундесвера недостаточной. Министр обороны Германии Анне Грет Крамп Карен Бауэр анонсировала увеличение армии почти на 200 тысяч человек к 2024 году. Основным танком Бундесвера является «Леопард-2». Его имеется 347 единиц в разных модификациях. И если на суше все более-менее, то авиация ситуация крайне непростая. Из-за недостатка финансирования ВВС не могут заменить устаревшие истребители торнадо на тайфуны. Отмечается, что военно-морские силы Германии хорошо сбалансированы для береговой охраны и операции поддержки. На вооружении 5 подводных лодок, столько же корветов, 15 фрегатов, а также минные тральщики, десантные корабли и вспомогательные суда. До недавнего времени во флоте Германии находились 10 ракетных катеров типа «Гепард», но в 2016 году они были списаны. Впрочем, и ВМС Германии без проблем не обходится. В прошлом году Федеральная отчетная плата Германии сетовала, что все подлодки, а также половина фрегатов непригодны для службы. Вот и все, что вкратце можно рассказать о трех сильнейших армиях Евросоюза. Еще больше интересных фактов мы постараемся предложить вашему вниманию в наших следующих выпусках. Федеральная отчетная плата Германии